Я не знаю, можешь сейчас любой, мне кажется, открыть видос с этим чуваком сейчас. Как это называется? Не, как он называется? Не гитар-шоп, гитар... Блин, забыл, как он называется сейчас. Блин, сейчас, может, напишется, я что-то не помню, гитар-магазин, что ли? Его, походу, выгнали из магазина. Блин, где этот чувак сейчас? Забыл, как он называется, гитар... Блин, подскажите, кто-нибудь в чате, как это... А, гитарный клуб, точно, точно! Хотя можно, наверное, кажется, вообще... Можно брать, наверное, сразу пенивайзистскую версию. Ассоциация работает по полной. Невероятное совершенно чувство, что ты попал в конфетный рай. Это карамельно-вишневая какая-то сладкая взвесь, которая попадает тебе в нос. Сейчас, в общем, ассоциация работает по полной. Блядь, я не могу ссорить. Невероятное совершенно чувство. Все в комплексе. И вот этот вот мех, вельвет и запах. Ты знаешь, что ты открыл гипсом. В первую очередь они стараются придерживаться классики. Это же тот инструмент, который вот хочет быть наверху, который хочет быть... Ну, с другой стороны, от него как-то прям, как будто и горечь прошла, и все, как будто улыбка сама приходит. Может, поэтому и смотрят их вот так? Ведух, который хочет обратить на себя внимание и обращает на себя внимание, как девушек, так, простых посетителей. Альха, наиболее сбалансированный по тембру вариант, наиболее ровный ясень, который и без того широченный вот этот вот динамический диапазон подчеркивает. Потому что дает еще больше низа, еще больше верха и еще сильнее усугубляет вот эту пропасть между грузовым и тихим. Открываешь там вот этот вот фантик, и там такой лос-анджелеский воздух на себя прям в нос куда-то. Последний глоток лос-анджелеского воздуха, ты достаешь ее, и все, играешь. Как будто бы... Бля, не могу просто. Вот это жесть. Но, с другой стороны, да, как бы чувак, мягко говоря, запомнился. Я не могу просто. Максимальный кринч. Ну, да, вот. Гитарный куклачев, да. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Гитарный куклачев. Гитарный куклачев. Гитарный куклачев.